Дорогие друзья, просто черт его знает, как я рад, что у вас так много и что вы все вместе. Об идеологии нашего движения мы, например, с Захаром говорили, не переставая ликать, наверное, да? И, как вы понимаете, воспроизвести сейчас эту идеологию в коротком выступлении невозможно, поэтому я решил взять несколько фрагментов. И, фактически, я прямую эстафету у Захара. Разумеется, движение за правду не может не быть движением традиционных, за традиционные ценности. И, как ни странно, вот художник 21 века, именно те ценности, которые ввели, которые стояли над и были за спиной нашего народа тысячу лет, именно они сейчас подвергаются наибольшей атаке как извне, так и изнутри. Это те традиционные ценности, без которых наш народ не живет, не выживает. Я могу просто сказать, что есть такие абсолютные вещи, как, например, истина, любовь и красота. А нам сейчас из каждого, не то что из каждого телевизора, из каждого утюга пытаются доказать, что это все относительно. Вообще все относительно. Даже даже 24 оказывается уже относительно. Можно уже проголосовать и будет 5. Вот для нас есть вещи вообще безусловные, которые не обсуждаются. Я могу повторить, что это Бог, это Родина, это Семья. И в наше время приходится добавлять традиционные семьи, чтобы не перепутать. Но если мы переходим непосредственно к нашему движению, то, знаете, я обнаружил удивительную вещь, что иногда технологии сами становятся идеологией. И в нашем случае это точно так. Есть одна ценностная система, система координат, которая действительно спасала наш народ тысячу лет. И это именно то, почему был нанесен самый сильный удар в 90-е годы. Это слово Закар уже произносил. Это слово «атомизация общества». Когда нас заставили, заставили, это не наш выбор, думать только о себе, о своей семье. Забирать дверь и не хотеть знать, кто живет за нас, когда мы выходим на улицу, и мы опасаемся всех, кто нас окружает. Нас заставили думать о завтрашнем дне, о выживании. И эта эпоха кончилась, и слава Богу. Вот и сейчас, и сейчас наша задача восстановить те навыки, те наши глациональные инстинкты, которые помогают нам раньше, помогают сейчас. Не только выжить, но и победить. Я расскажу очень короткую историю. И это опять будет про Донбасс. Оттягив 14-го года. Мы с Александром Владимировичем в городе Яловальске, который наполовину сравняли с землей. На улице частной застройки мы посещали храм, где до фундамента двумя попаданиями был разрушен дом бреховского священника. И пока Александр Владимирович Захарченко обсуждал, как восстанавливать дом брехов, я разговариваю с людьми, которые там живут. Это улица, на которой порядка 150 домов часто застройки. И люди сами мне, мужики рассказывают. Но ведь до войны мы не знали, кто живет рядом с нами. Мне надо было неинтересно. Кто-то купил себе дом, живет там сидеть, занимается. Но когда началась война, мы не только узнали каждый друг друга, мы узнали каждый, кто что умеет. Этот врач, у этого есть запас еды, у этого хороший глубокий подвиг. И вдруг во время войны люди, которые, казалось бы, забыли об этом, они стали общиной. Включились древние инстинкты взаимопомощи и взаимовыручки. Я это, наконец, назвал. Вот это традиционная ценность, без которой мы не выживем. Это даже не речь не о людях ближних. Взаимопомощь и забыли выручки. Вы наверняка все помните, раньше в деревнях наших, когда страдала какая-то сильная семья, вся деревня строила дом всем миром за один день. два дня. Я это видел сам в детстве. В моей деревне торговщине, когда сгорел дом у соседей, собралась вся деревня, и за два дня построили дом всем миром. Вот эти древние инстинкты, это и есть та традиционная система координат и ценностей, которые мы должны восстановить в нашем народе. И, кстати, в политике тоже. И хотел сказать еще об одном очень важном и последнем. В этот раз об одном очень важном моменте. Мы сейчас находимся с вами в состоянии такой войны в квадрате. То есть за плечами нашего народа в истории самая страшная, самая великая в истории человечества война, которую мы справедливо называем Великой Отечественной войной. И сейчас против этой войны идет война. Нас хотят заставить забыть даже не только то, что мы победили во время войны, а что она вообще была с нами. Вот недавно нам тут госсекретарь США заявил, что 2 миллиона героических американцев освободили Европу. Ну здорово. Они там были, кстати. И там были 2 миллиона американцев. А в нашей стране только погибло 27 миллионов. Только погибло. А воевала реальность вся страна. И вот в этой связи в нашем дни жили у нас есть проект, который мы еще представим. Называется он «Затрату о войне». Но в равных этого проекта я тут... Я не буду читать, хотя я тоже это писал сам. Но у нас есть идея предъявить счет. То есть перестать строить из себя ласковых и пушистых. И той самой Европе, которая пытается учить нас жить, выставить счет за геноцид советского народа. Подчеркиваю, советского многонационального народа. Потому что в той войне мирных жителей погибло больше, чем военных. И если они хотят пересмотреть итоги, давайте пересмотрим. Но при этом мы выставим счет за геноцид всем тем сегодняшним, современные странам, которые принимали в этом участие. Либо в форме врага и с оружием в руках, либо на заводах, где они строили технику, которую убивали наших недов. Либо в банках, которые прокачивали те средства, которые покупали то оружие, которое убивали наших предков. Чтобы не было скучно, я их быстро по лампоиду зачитаю. Астрия, Албания, Бельгия, Болгария, Босния, Венгрия, Грузия, Дания, Италия, Испания, Латвия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Румыния, Словакия, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария и Швейцария. Вот все эти страны, если они будут вякать, получат второй нюбер – сдать геноцид советского многонационального народа. И наш народ умеет заставить себя слышать. За тысячу лет мы это доказали.